Мужчины хотят быть мужественными, брутальными, сильными всегда, всю свою жизнь. Мальчики хотят вырасти как можно быстрее и стать тоже похожими на мужчин. Они делают все для этого. Как правило, повторяют какие-то поступки, одеваются как-то, хотят быть похожими на папу. И хорошо, если папа является хорошим примером, а не когда ребенок у него перенимает что-то плохое, курить начинает, чтобы оказаться более мужественным, это неправильно. Мужчины в возрасте, пожилые мужчины тоже хотят оставаться брутальными, в полном расцвете сил, до конца своих лет практически. И все для этого делают, если действительно этого хотят. Как это происходит? Как правило, мужчины занимаются какими-то делами, делают какие-то вещи, которые подчеркивают данную ипостась их. И есть такие дела. Это охота, рыбалка, это автомобили, это что-то еще экстремальный, какой-то спорт, например. И одна из самых известных таких, из самых мощных тем, это занятие боевыми искусствами, разными видами боевых искусств. Смотрите, давайте сейчас отбросим тех, кто боевые искусства не любит и проявляет свою мужественность, хочет проявлять в чем-то другом. Но есть масса мужчин, которым боевые искусства нравятся, они понимают, что в этом и проявляется все, очень даже замечательно. Но не занимаются боевыми искусствами. Почему? Для этого причин, как правило, несколько. Самых основных две. Первое. Они допустили возможность. То есть когда-то, когда они хотели заниматься каратэ, каратэ было запрещено. Хотели они заниматься, ну, ТММ, может быть, хотели бы, но его не было тогда. Вот. Была борьба, бокс, но в городе не было секций. Ну, по какой-то причине они допустили момент. Такое бывает. Второй момент. Они занимались, предположим, чем-то видами спорта, какими-то боевыми видами занимались. Но потом был какой-то перерыв, потому что семья, учеба, там, предположим, работа, что-то еще. Они еще не пропустили период, и они остались бывшими. И сейчас бы, вроде бы, они хотели позаниматься, но они смотрят в секции, и занимаются ребята. Ну, такие молодые. И там ребята занимаются ради спорта, а некоторые ради даже спорта высоких достижений. Понимаете? Высоких достижений. И они понимают, что они там не в теме. Они не решаются пойти туда. Понимают, что они либо не выдержат, либо не смогут, либо по какой-то причине они будут там не в своей тарелке. И получается, что мужчины, которые хотели бы заниматься боевыми искусствами, остаются за кадром, за пределами зала. То же самое касается и других видов спорта, не таких демократичных, как просто посещение фитнес-зала. Так можно ли заниматься боевыми искусствами? Конечно, можно. В любом возрасте можно. Вы посмотрите. Кстати, очень хороший тренд, что даже топовые бойцы сейчас очень часто бывают в возрасте за 40 лет. И это здорово. Это является примером того, что это, в принципе, возможно. Я не говорю про спорт высоких достижений, не говорю про профессионалов. Я говорю про любителей. И даже не про любителей, а кто просто хочет заниматься для себя и не хочет связывать свою жизнь со спортом вообще. Но не уверен в том, что даже в этом он сможет выдержать и выдержать. На самом деле можно. Я хочу показать это на примере своего клуба, что это возможно в принципе. Вот в моем клубе занимаются люди, которым за 40 лет, там никого моложе практически нет. Есть и за 30, ну пара человек буквально. А так за 40, за 50. И эти люди приходили в самых разных состояний. Кто-то занимался, кто-то бывший, кто-то не занимался никогда вообще. Но они пришли, стали заниматься. И сейчас они находятся на высоком уровне подготовки. Замечательной. Бойцовской подготовки в том числе. А что касается функционала, могут дать фору многим молодым. Посмотрите это видео, которое будет дальше. Специально ту часть, где идет тема функциональной подготовки. Я записал в режиме реального времени, не монтируя ничего. Ничего не вырезая, ничего не соединяя. Единственное, я не стал писать ее всю целиком, которая занимает полчаса. Это очень было бы долго. А записал один только круг из кроссфита. И вы посмотрите, какой уровень подготовки. Если вы думаете, что это просто, попробуйте это дело повторить. На самом деле, это далеко не предел. Мы иногда работаем гораздо мощнее. Тренировки длятся по 2 часа. И это все можно. Просто примером собственным хочется показать, на примере клуба. Не то, что я один такой, профессионал, и ты можешь. А на примере людей, которые занимаются другими видами деятельности. У них другая работа. Они профессионалы в своих отраслях. У них свой бизнес. Они после тренировки едут на работу. И в то же время они приезжают на тренировку и работают. Вся проблема в тренере в том, чтобы тренер нашел время, желание и способ позаниматься. Ищите таких людей. Они на самом деле есть. Я очень рад, что тренд здорового образа жизни и занятия боевыми искусствами среди мужского населения растет с каждым годом. И поэтому надо заниматься. Так что, друзья, занимайтесь боевыми искусствами. Занимайтесь каратэ, боксом, самбо. И занимайтесь ММА. ММА это вообще супер. Объединяет в себе все. Функциональная подготовка там тоже нужна. И поэтому будете развиваться полноценно. И будете как молодые. Брутальные, мужественные, красивые, сильные. До самой глубокой старости. Вперед. Смотрим видео. Перед тренировкой произведена полноценная разминка, динамическая, статическая, суставная гимнастика и растяжка. Обязательно. Нельзя тренироваться без разминки. Если у вас нет времени на разминку, значит, соответственно, у вас нет времени на тренировку. А теперь начинается кроссфит. Все, конечно, индивидуально. Поэтому, если кто-то там устал, да, в процессе циклов, он делает какой-то маленький перерыв. В общем, никто себя не насилует. Хотя, на самом деле, пытаются все работать на полной выкрутке. Обязательно. В данном случае делаем мы три цикла полных. В каждом цикле по нескольку будет упражнений. Ну, правда, здесь записан только лишь один цикл. То есть, один полный круг. И вот такой полный круг занимает около 10 минут. Поэтому вы можете все не просматривать, можете проскролить и переходить прямо к тренировке непосредственно борцовской, где мы отрабатывали бросковую технику. Мы все-таки советуем посмотреть для того, чтобы хотя бы увидеть, какие мы используем упражнения и в каком порядке. Ну, вот первое самое, что мы делаем, это бой с теми. Три минуты раунд. После него, правда, три рыва не будет, да, практически совсем никакого. Сразу будет упражнение в бою. На скакалку перейдем. В бой с теми мы еще используем специальные выпады. Значит, митирующие добивания или проход. Это не важно. Главное, что на понижение центра тяжести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Только закончили шингарды, сняли перчатки, сняли. Кстати, перчатки надеваются просто для того, чтобы была привычка боксировать в них. И тут же переходим к упражнению номер два. Это прыжки на скакалке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Далее идет вращение гири вокруг головы. 30 раз в каждую сторону. Следующий удар мячом в пол. Высоко поднимаем мяч над головой, максимально вытягиваемся, встаем на носки, руки разгибаются полностью, раскрываются всеми шейберные промежутки и идет сильный, мощный удар мячом в пол. Чем сильнее, тем лучше. Тоже 30 раз. Рывок гии двумя руками 30 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Прыжки с выталкиванием палки для фитнеса. Вообще, это делается чаще всего с грифом штанги, но столько грифов у нас нет на всех, поэтому мы берем вот эти бодибары, бодибары, как по-другому называют, и работаем с ними. 100 прыжков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь под занавес первого круга 20 бурпи. самых простых бурпи, да? То есть легли там, отжались, встали в упор, в письев, выпрыгнули вверх. Все, да, казалось бы. Но, когда мы это закончим, мы сделаем еще два таких полных круга, то есть всего три цикла из всех этих упражнений. И вот таких бы трех циклов кому-то хватило бы за глаза для полноценной тренировки. Вообще полноценной. Во-первых, кто-то не за 30 минут это дело бы сделал, а предположим, за 40, да? Но для нас это только разминка, тренировка продолжается. Впереди еще полтора часа занятий. А когда группа разношерстная и по возрасту, и по опыту борцовской практики, то приходится подбирать упражнения, делать обязательно подводящие такие действия, которые полностью обезопасят тех, кто занимается. Поэтому всегда сначала все приемы делаются без партнера. Может, со стороны кому-то это кажется, ну, смешно там даже, но на самом деле это именно так и делается. Кстати, некоторые позиции очень сильно напоминают какие-то гравюры Хакусая, где самураи стоят в замысловато в самих позах. Если кто не понимает, то там именно как раз это конечные фазы образковой техники, которая отрабатывается без партнера. Вот тут на настоящий момент показано два типа выполнения данной техники. Первая техника – это травматичники, когда блокируется и стопа, и колено противника, и при повороте идет вывих и разрыв коленных связок, то есть вывих на голеностопном суставе и разрыв коленных связок. И тут же показано, как сделать так, чтобы кто-то безопасный взял. То есть повести свою голень под стопу противника и просто провернуть его мимо себя. Любая техника, чтобы она хорошо запомнилась, была прочувствована и понята полностью, должна быть выполнена десятки и даже сотни раз за одну тренировку. Я уж не говорю о том, что тренировок-то не должно быть несколько. Поэтому много-много-много раз работает одна и та же техника. Так уж получается, что у кого-то лучше, у кого-то хуже. Нужно обязательно всем показать, все продемонстрировать, обязательно проконтролировать и краем в глаза всех и успеть позаниматься самому. Я действующий тренер, и поэтому я работаю на тренировке вместе со всеми, наравне со всеми. Ничуть не меньше, чем другие. Но чуть больше контроль, потому что надо снять не только за собой и за партнером, с которым я работаю, но и за всеми окружающими. И вовремя вводить какие-то корректировки. На самом деле это очень хорошо развивает внимание и контроль. Ничего. Надо работать. Я считаю, что самый важный пример – это свой личный пример. То есть тот только тренер хорош, который может сам реально все показать, а не только рассказать, как это все правильно делается. Хотя и такие тренера хорошие бывают, которые все в в прошлом, но они могут хорошо научить. Но тем не менее, я считаю, лучший пример – это с высокими. Особенно, когда работаешь с ровесниками или ровесниками. Это те, кому за 30, за 40, за 50 лет. Поэтому здесь надо все показывать и делать самому. А противном случае они просто не поверятся на тебе. Они будут считать, что это невозможно. Когда молодой делает, он не может являться примером для тех людей, которые старше. Потому что они всегда будут считать, что он делает все в силу возраста. А для них это недоступно. А это неправильно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok